МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невидимые знаки о запрете купания. Или как отдых на воде оставил запорожанку без руки? Крысы против коммунальщиков. Люди в этой войне проигрывают. С прицелом на Олимпиаду. Запорожцы вернулись с чемпионата мира по дзюдо. Собаки. Или как работает взаимовыручка у животных? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Запорожье двух системных администраторов сепаратистских сайтов. Айтишники распространяли антиукраинские и экстремистские материалы. Мужчины на нескольких сайтах активно поддерживали сепаратистов и призывали к расколу страны. Установлено, что запорожцы поддерживали контакты с представителями российских спецслужб. По факту начато уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Травмоопасный Магадан. Запорожанка лишилась руки после столкновения с катером во время купания в Днепре. Водитель судна не заметил отдыхающую из-за волн. Медики говорят, что пострадавшая чудом осталась жива и сейчас оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Больше знает Станислав Пичурин. На выходных Вера Балым любит отдыхать на Днепре в Хортицком районе. Прошлая суббота не стала исключением. Женщина поехала на пляж, который в народе называют Магадан. В тот день она заплыла на глубину. Когда возвращалась обратно и до берега оставалось около 10 метров, увидела катер. Говорит, двигался он на очень большой скорости. Когда я вижу, что скорость не избавляется, я в шоке, я не знаю, и тут я только увидела поднятая корма и дно. Все, больше я... Нет, я слышу удар. Когда я поворачиваюсь направо, катер стоит, голова. Почему же удар? Я еще не вижу, что руки. Водитель катера женщину увидел не сразу. Вера вспоминает, даже после удара он ей долго не помогал. Говорит, мужчина стоял и наблюдал, как она тонула. Когда начали поднимать, и здесь я увидела кровь, не вода, а одна кровь, и я увидела, что нет у меня руки. На лодку меня, как уже, затащили. Этот человек, как узнали, его Роман зовут. Я только ему сказала, что же вы наделали. За рулем катера был сотрудник запорожской милиции. Роман согласился с нами общаться только по телефону. Я ее вообще не видел. Я ее увидел уже вот после того, как обернулся. Возвращался на причал, услышал удар в двигатель. Это было прямо возле стенда на причал. Причал огорожен буями со всех сторон, кроме центральной акватории. Там есть проезд для наших маломерных судов. Вот это было на проезде. На сайте областного управления МВД указано, на месте происшествия установлены специальные таблички. Они предупреждают отдыхающих об опасности. Но никаких знаков о запрете купания на этом пляже мы не увидели. Очевидцы говорят, катера на большой скорости здесь плавают постоянно. У нас здесь часто плавают люди на тот берег. Но бывает такое, выскакивают катера на большой скорости. Человека, допустим, все волны, тут ветер чуть-чуть, его не видно фактически. Как только Веру доставили на берег, первую помощь ей оказали отдыхающие. Среди них были медики. Вот только оторванную руку найти так и не удалось. Надо сказать большое спасибо тем людям, которые были рядом. Два доктора оказали ей первую помощь, остановили кровотечение. Чем фактически спасли жизнь этого человека. Наша бригада приехала, поставила венозный доступ, обезболила. Передала реанимацию с хорошей гемодинамикой. И больная была доставлена в 9-ю горбольницу для дальнейшего лечения. Состояние больной было тяжелое. Больную осмотрел травматолог, хирург, реаниматолог. Был выставлен диагноз травматическое отчленение правой верхней конечности на уровне плеча. Травматический шок третьей степени и рваные раны грудной клетки. Сейчас состояние Веры стабильное. В травматологическом отделении она проходит терапию. Если рана заживет без осложнений, пострадавшей предстоит протезирование. По факту происшествия в Ленинском райотделе милиции открыли уголовное производство. Дело передали в прокуратуру. Когда было установлено, что данным маломерным судном управлял действующий сотрудник милиции, данное проважение было передано в следственный отдел прокуратуры Запорожской области и принято к производству. Расследуется уголовное производство по факту нарушения действующих правил на транспорте, что повлекло тяжкие последствия. Теперь сотрудника милиции могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет. В лучшем случае водитель катера отделается штрафом или исправительными работами. Станислав Печурин, Андрей Снесаренко, Эдгар Капытов, ТВ5. Очередное заседание по так называемому делу врачей состоялось сегодня в Арджиникидовском суде Запорожья. В качестве обвиняемого в нем фигурирует городской голова Александр Син. Напомним, против мэра выступают главные врачи городских больниц. В начале этого года с ними заключили контракты на три месяца вместо положенных законодательством трех лет. Сегодня в качестве свидетеля перед судом предстала начальник управления по вопросам здравоохранения городского совета Виктория Ушакова. Была на заседании и сотрудница управления, которая составляла первый договор. Сегодня выяснилось, что контракт готовил работник управления, который это делал первый раз. Делал это на основании предыдущего опыта, то есть предыдущих прецедентов. И этот специалист не знал о том, что в октябре месяце постановлением Кабинета министров был утвержден новый порядок заключения контрактов. Но адвокат стороны обвинения в новых подробностях дела видит только дополнительные правонарушения. На самом деле речь шла не о неточности, а о том, что тот документ, который подписали главные врачи, затем имел подчистки. Фактически уже подписанный одной стороной документ внесли изменения. То есть это состав другого уголовного преступления, которое будет расследоваться соответствующими правоохранительными органами. Специалисты есть, а оборудования нет. Запорожские медики вынуждены обследовать и лечить пациентов с помощью морально устаревшей аппаратуры. Во многих больницах она не обновлялась несколько десятков лет. Государственного финансирования по-прежнему не хватает. За помощью врачи обращаются к социально ответственному бизнесу. Подробности далее в сюжете. Городская больница номер 8 обслуживает один из самых больших районов областного центра – Шевченковский. Практически все оборудование исчерпало ограниченный срок эксплуатации. Больше всего в замене медаппаратуры нуждался кардиологический кабинет. Теми аппаратами, которые мы выработали, такого же направления, ну, наверное, срок годности их уже немножко истекает. И, ну, они в рабочем состоянии. Но так как у нас объем проживающих населения все-таки в нашем районе обслуживания данной поликлиники, пенсионеров только 28 тысяч. Ну, а здесь обследуются не только пенсионеры, но и трудоспособный возраст. Благодаря медицинской программе главного инженера комбината «Запорожсталь» Владимира Буряка больнице удалось оснастить целым комплексом оборудования – электрокардиографом, холтером ЭКГ и аппаратом суточного мониторирования давления. «Первое – это удобно, быстро и прям нужно. И по-современному. Освоились уже, все уже работает. Испытания прошли, человек доволен, вам удобно. Ну, отлично. Главное, что это вы решили эту проблему. Вы ее знали, вы ее решили». Своевременная диагностика на современном оборудовании позволит медикам на ранних стадиях определить заболевания пациентов и исключить возможные риски. К тому же новая техника более точная и менее энергозатратная, говорят специалисты. Использовать ее можно даже дома. За первые дни работы удалось спасти не одну человеческую жизнь. «Так как здесь одноразовые электроды, в определенные точки цепляются, подключается компьютер и человек ходит в течение суток. Идет запись. На следующий день мы изымаем карту памяти, пропускаем через компьютер и исследования идут. Вот благодаря вот таким вот исследованиям на той неделе мы пожилого человека, участника, по-моему, боевых действий, выявили нарушение ритма и отправили к кардиохирургу». По достоинству оценили обновленное оборудование и пациенты. «Мне по работе важно следить за здоровьем и принимать профилактические меры, в том числе и для моего сердца. Важно знать, в каком состоянии сердца, сосуды. Это шаг вперед, это оборудование». Важно, чтобы шаг вперед в оснащении сделало каждое лечебное учреждение, считает Владимир Буряк. На сегодня к его медицинской программе присоединились практически все больницы города. «Жаль, что наши врачи думают о ремонте крыш или о приобретении оборудования дополнительного, или о том, что нужно утеплить окна или поменять отопление. В моем понимании, люди эти должны думать о том, как принести пользу, пользу пациенту, который поступил. Поэтому и была мною инициирована программа медицинская. В каждое медицинское учреждение города мы зашли с этой программой, для того, чтобы решить те насущные вопросы и проблемы, которые существуют в нашей больнице». На этом программа не заканчивается. Впереди второй этап реализации инициативы. Новые проекты – лучшие качества медицины. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. «Запорожье» может стать дискуссионной площадкой для встреч специалистов бюджетонаполняющих отраслей экономики. Об этом сегодня говорили на первой международной конференции прокатчика. В областной центр приехали более 70 человек. Все они представляют крупные металлургические предприятия. Страны были на встрече и иностранные специалисты. О первом дне работы конференции в репортаже Павла Васильева. Новейшие технологии на передовом предприятии. Металлургический комбинат «Запорожь-сталь» на сегодня одно из самых эффективных предприятий в стране. Поделиться опытом, что сделано и что еще предстоит сделать для повышения общей эффективности. Главная цель начавшейся сегодня конференции специалистов прокатного производства. Прокатное производство – конечный этап металлургического цикла. Именно от работы прокатчиков зависит качество продукции, ее конкурентоспособность. А повысить качество – значит повысить эффективность работы предприятия. Инициатором первой международной конференции прокатчиков стал комбинат «Запорожь-сталь». Сегодня комбинат «Запорожь-сталь» и вся металлургия столкнулись с такими же сложными условиями, по большому счету, вся страна. Только мы видим, что творится в Украине, и мы видим, как контрастно на фоне этого стабильно и уверенно работает комбинат «Запорожь-сталь». За счет чего мы этого добились? За счет непрерывной работы над повышением нашей эффективности, сокращения себестоимости, повышения качества нашей продукции. Потенциал улучшения качества есть на всех предприятиях отрасли. У нас есть определенное амбициозное ожидание. Мы на самом деле, как сказал генеральный директор «Запорожь-стали», снизили в разы количество несоответствующей продукции брака. Мы знаем, что это не предел, и мы с удовольствием хотим это продемонстрировать в следующем году. Первая часть работы конференции – теоретическая. Специалисты рассказывают о конкретных проблемах и путях их решения. Система подачи предложений, работающая на «Запорожь-стале», позволяет решать многие производственные задачи, в том числе и направленные на повышение качества и эффективности производства. Вторая половина дня прокатчики переходят к практической части конференции. Своими глазами они смотрят на то, что обсуждали в докладах два часа назад. Посещают основные цеха прокатного производства, в том числе и лучший на сегодняшний день в Украине, непрерывный травильный агрегат цеха холодной прокатки. Гости конференции отмечают не только технологичность, но и экологичность реализованного в прошлом году проекта. Почему я сюда и приехал? Именно в этот цех. Из-за новой установки травления металла. На данный момент, сколько бы мы где ни были с коллегами, очень приятно отметить, что локомотив экономики Украины – это все-таки металлургия, промышленность. Очень приятно и отрадно, что все-таки у нас есть модернизация. Еще один цех – горячие прокатки тонкого листа. Здесь металл начинает приобретать свой конечный вид многотонных рулонов. Прокатчики говорят, работа на предприятии их приятно удивила. Завтра специалисты продолжат работу участников конференции, ждут десятки докладов и часы обсуждений. Павел Васильев, Юрий Васильченко, ТВ5. Туманное будущее футбольного клуба «Металлург» Запорожье и первая радость за 14 лет. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Донецк под присмотром. Очередной блокпост оборудовали камерами видеонаблюдения. Как за свой талант получить 10 тысяч гривен? Фестиваль аматорского видео «Я за» выходит на финишную прямую. Без медалей, но с надеждами. Запорожские итоги чемпионата мира подзюдо. Удивительное спасение. Собака выручает из беды своего сородича. Оружие, уголь, ворованное оборудование и деньги. Это далеко не полный перечень того, что было изъято на запорожских блокпостах. Ранее фиксировать все правонарушения приходилось вручную. Теперь в помощь бойцам пришли современные технологии. Все три главных въезда в областной центр оборудованы новейшими системами видеонаблюдения. Блокпост на трассе Запорожье-Донецк – это одно из самых горячих направлений на въезде в областной центр. За полтора года работы здесь повидали всякое – и оружие, и контрабанду, и даже миллионы. Здесь на этом посту задержали машину. У человека в багажнике было 278 миллионов рублей. Лежал вот этот почек вот там, и он скрывает, а там всё, пачка, пачка, 5 тысяч рублей лежал в день. Он двинулся с Крыма. За месяц через этот блокпост проезжает 2-3 тысячи автомобилей только из Луганской и Донецкой областей. До недавних пор фиксация нарушителей и подозрительных автомобилей велась вручную. Их записывали в обычный журнал. Такая система ненадёжная. Чтобы оптимизировать работу, бойцы, которые несут службу на блокпостах, обратились к главному инженеру комбината «Запорожсталь» Владимиру Буряку. Попросили помочь оборудовать въезды в город с системами видеонаблюдения. Камеры, они нам, конечно, реально облегчают все наши поставленные задачи. Потому что, учитывая человеческий фактор, камеры, конечно, нам будут заменять это всё. Потому что люди устают и по двое, и по трое суток остаются. А на камере всё-таки можно будет зафиксировать какие-то данные и просмотреть их в записи. Работы по установке систем видеонаблюдения были проведены на основных запорожских блокпостах в кратчайшие сроки. Современные технологии позволяют контролировать въезд в Запорожье круглосуточно, архивировать и передавать информацию. Система проста в использовании и не требует специальных навыков. Камеры цифровые, поэтому качество картинки самое современное. 25 кадров в секунду, в онлайне идёт запись. Это уже третий блокпост, на котором мы устанавливаем видеонаблюдение. Система позволяет и в дневное, и в ночное время осуществлять контроль. Запись держится в зависимости от настроек до месяца. Поэтому в случае каких-то вопросов будет возможность просмотреть. Как выполнены работы, приехал проконтролировать главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк. Всё, закрыли полностью. Все направления. То есть у нас Донецкое направление, Мариупольское и Никопольское направления. Основные закрыты. Дай Бог, чтобы никто не пролез и никто не прошёл. Это самое главное. Владимир Буряк пообщался с бойцами народной самообороны. Выяснилось, для более эффективной работы им необходимы металлоискатели. Каждую неделю задерживаются 3-4 автомобиля, которые так или иначе перевозят какие-либо грузы без документов с оккупированной территории. То есть металлолом, уголь, оборудование. Несколько раз мы ловили автомобили с оборудованием. Банально разрезают, вырезают станки, снимают двигателя оттуда. И то, что целые рабочие, они грузят и везут в объезд без каких-либо документов. Либо же, не знаю, каким образом они проходят блокпосты, но здесь они все, собственно, приезжают. Чтобы запорожцы спали спокойно, Владимир Буряк принял решение в кратчайшие сроки помочь защитникам города и в этом вопросе. Обороноспособность и вообще сама безопасность города сегодня зависят от этих людей, которые здесь, в моём понимании, не по приказу, а по зову сердца, действительно охраняют въезды и выезды с города Запорожья. Мы здесь уже договорились, что комбинат «Запоросталь» дополнительно оборудует каждый блокпост металлоискателем. Для того, чтобы легче было, проходила процедура обнаружения металлических предметов, которые люди везут. Елена Назаренко, Сергей Чалый, ТВ5 Не верь глазам своим! Посетители одного из бердянских музеев не могут определить, в какой технике выполнены картины, представленные на экспозиции. Уникальные работы, которые на самом деле вышиты гладью, были созданы более 70 лет назад. Мастерство исполнения вышитых картин оценил Игорь Стрельцов. Авторы картин – мать и дочь, известные вышивальщицы Приморского города, Матрона Белоусова-Каракаш и Татьяна Гоморская. Я не знаю вообще-то в области, я не говорю за всю Украину, работ в такого периода, что еще довоенные сохранились, в такой давности, в такой хорошей сохранности. Эти женщины сами их хранили всю жизнь до 1996 года, пока они не попали к нам в музей. В Краеведческом музее картины получили вторую жизнь. Здесь отреставрировали рамы и подрамники. Ценители искусства по-прежнему удивляют мастерство исполнения. Опять же, приходят люди, мы говорим, скажите, какая техника исполнения этих работ? Все говорят, ну это живопись. Никто не говорит, что это вышивка. Все думают, что это живопись. Так искусно эти работы выполнили. Матрона Белоусова-Каракаш в 70-х годах работала во Дворце культуры. Галина Машкова хорошо знала женщину. Она была директором дворца. Говорит, уже тогда таланту художницы удивлялись все ее коллеги и знакомые. Она работала до конца своих дней. Она руководила, и ее никто не мог преуспеть, будем говорить, потому что ее талант, общение с людьми, с детьми, интеллигенция – это же большое дело. Увидеть интересные и уникальные в своей технике исполнения вышитые картины можно в музее «Подвиг» в филиале Бердянского краеведческого музея. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Идеи, студенты, коллеги и кино. Подача работ для участия в первом запорожском фестивале аматорского видео подходит к концу. Но шанс успеть еще есть. Фестиваль под названием «Я за» дает возможность не только реализовать себя, но и получить 10 тысяч гривен. Чтобы вдохновить запорожцев на создание своих киноработ, канал ТВ5 пригласил всех желающих на экскурсию. Наш фестиваль сейчас приближается к финишной прямой, но на эту финишную прямую мы еще не вышли. Еще есть время и придумать что-то интересное, и снять что-то интересное, прислать это, и набрать достаточное количество голосов для того, чтобы одержать победу, или, по крайней мере, побороться за первые места. Этот отборочный этап длится до 25 сентября. Шанс поучаствовать в фестивале аматорского видео еще есть. Сегодня для того, чтобы вдохновить молодежь на создание видеороликов, на телеканале ТВ5 провели экскурсию. Ребята, которые сегодня пришли, они вдохновятся общением с профессионалами, они вдохновятся этим обменом опытом, и пойдут снимать какие-то классные работы, потому что идеи, они молодые, у них идеи пруд-пруди, но от этих идей нужно переходить к делу. Провел экскурсию по телеканалу генеральный директор Максим Анаприенко. Рассказал о всех тонкостях работы на телевидении и даже раскрыл некоторые секреты. Побывали студенты запорожских вузов в ньюзруме монтажных аппаратных и студиях звукозаписи. Показали ребятам и сердце телеканала. Аппаратно-студийный блок. Это режиссерский пульт, вот наш режиссер Лена Терлецкая. Сейчас происходит запись, подготовка к записи программы «День тема». Режиссерский пульт, плей-аут, с которого выдается видео во время эфира, управление графикой. После направились в саму студию, в которой шла запись программы. Будущим выпускникам факультета в журналистике посчастливилось и побывать в кадре. Спросите у этих людей. У каких людей? Студенты – это не люди, я по своему опыту. Это такая отдельная каста абсолютно. Ну, я сам был очень долгое время студентом. Воспоминания самые хорошие, но правда, студенты – это абсолютно другая каста в мире людей. Поэтому относить к людям их нельзя. Так же, как и говорят, это же люди, надо любить, это не люди, это коллеги. Ну, а вы будущие коллеги, поэтому тоже готовьтесь к тому, что к вам будет относиться именно так. Уже хочет, чтобы и к нему относились как к коллеге и студент журфака Рафаэль. Он давно мечтал увидеть телевидение изнутри. Сегодня мечта сбылась. Я это увидел, все, как это происходит на практике. Я думаю, ни один университет, каким бы классным он не был, не даст этого знания, этих ощущений. На этом экскурсия не закончилась. Ребят ждал еще один сюрприз – специалисты из Киева, которые поделились своими профессиональными секретами. Общение с профессионалами и экскурсия по телеканалу сделали свое дело. Многих ребят это вдохновило на создание видеоработ для фестиваля «Я за». Мы очень хотим взять участие в этом проекте. Для участия в фестивале нет никаких ограничений. Главное – любовь к своему городу. Должно быть видео, посвященное любви к родному городу или к какой-то части этого города. Больше никаких ограничений не существует. Ну, хронометраж до минуты – это если это ролик в категории ролик, если это в категории короткометражный фильм – это до пяти минут. Но тематических больше ограничений не существует, кроме какого-то доброго посыла. Нужно искать что-то хорошее и видеть что-то позитивное. Оксана Заводовская, Олег Мовчинюк, Руслан Шевченко, МТВ5. И пусть весь мир подождет. Накануне сборная «Сан-Марина» по футболу в рамках квалификации к чемпионату Европы в гостях уступила команде Литвы со счетом 1-2. Гол в этом поединке стал для «Сан-Марина» не только дебютным в текущей кампании, но и первым гостевым за последние 14 лет. Поэтому настолько бурную радость футболистов после забитого мяча можно понять. Примерно так же радуется после каждого удачного выпуска и Руслан Левицкий. А они, как правило, у него всегда удачные. Новости спорта в нашем эфире буквально через несколько минут. На фоне дестабилизации и экономического упадка в Украине многие проблемы в стране отошли на второй план, в том числе и проблемы молодежи. Власть не справляется со своими обязанностями, поэтому инициативу в свои руки берут запорожские промышленники и представители оппозиционного блока. В Заводском районе ПАО «Запорожь огнеупор» занялось развитием молодежного спорта. Местным жителям подарили новую спортплощадку. Это один из шагов, который мы предприняли, потому что понимаем, что власть, к сожалению, не справляется. С этим вопросом, более того, те площадки, которые раньше были построены, они в неудовлетворительном состоянии, там, заросли растут. Поэтому мы решили с нуля построить площадку, показать как пример. Открывая новую площадку, сразу же решили устроить спортивный конкурс. Показать свою силу и выносливость вышло много молодежи. Их активно поддерживали дети, пришедшие на праздник. 16, давай, 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 16! Все участники конкурса хотели стать лучшими, ведь победителя ждал подарок. Основной критерием было это занятие физическим спортом. И главный приз у нас – мини-радио, которое помогает собой. Можно и заниматься, и музыку слушать. Призы подготовили для всех участников конкурса. Лучший результат показал 13-летний Данил Голубев. Главный приз у нас! Держи! Пользуйся! Молодец! Спасибо! Еще раз поздравляем! Спасибо! Молодец! Красавец! Сколько ты здесь вот потянулся? 25 раз. Как вообще новая спортивная площадка? Класс! Что-то нравится? Да, турники, лазить можно круто. На строительство спортивной площадки «Пауза Пороша Гнеупор» было потрачено 60 тысяч гривен. В оппозиционном блоке уверены, занятия спортом позволяют воспитать в молодежи лидерские качества и желание развиваться. Поэтому затраченные средства – это инвестиции в подрастающие поколения, будущие страны. Сегодня это наш вклад. Я думаю, мы и дальше будем находить ресурсы физические наши и финансовые для того, чтобы решать эти вопросы. Потому что без спорта, который, к сожалению, сегодня у нас на последнем месте, мы не можем говорить о никаком развитии ни нашей молодежи, ни взрослых, подрастающего поколения. Оппозиционный блок продолжает решать проблемы украинской молодежи. Представители политической силы инициируют принятие ряда законов, направленных на развитие системы патриотического воспитания молодых украинцев, защиту их прав на образование, отдых и медицинское обслуживание. Металург під загрозою зникнення. Армен Варданян привезе до Запоріжжя медаль Чемпіонату світу, а в Азовському морі змагалися найсильніші плавці країни. Це новини спорту. Вітаю. Важливий матч – стратегічна нічия. Футболісти України та Словаччини у матчі відбору до Чемпіонату Європи 2016 сильнішого не виявили. Результат поединку у Жиліні був важливим для обох. Тому команди грали обережно. Словаки розраховували на стандарти, українці – на контратаки. У підсумку, ризикнути ніхто не наважився. І судячи з того, що Михайло Фоменко першу заміну провів на 90-х хвилинні матчу, нічия влаштовувала тренерський штаб українців. Раділи результату і в протилежному таборі. Словаки зберегли трьохочкову перевагу над українцями. І разом з іспанцями є головними претендентами напряму пробитися на Євро-2016. В інших матчах групи СІ іспанці на виїзді мінімально перемогли Македонію 1-0, а білоруси вдома розібралися з Люксембургом 2-0. Після восьми матчів відбіркового етапу турнірна таблиця набула такого значення. Лідерує Іспанія, у неї 21 очко, от другими йдуть Словаки 19 і на три менше в Україні. Залишається зіграти два тури. Календар українців – це виїзд до Македонії та домашній прийом іспанців. З огляду на нічую у Словаччині, наш тренерський штаб розраховує стати кращою третєю командою відбору, щоб напряму пробитися на чемпіонат Європи. В іншому випадку нам доведеться грати матчі плей-офф. Прощавай запорізький металург. Як грім серед ясного неба, учора прозвучала заява на офіційному сайті команди. Футбольний клуб оголосив про своє банкрутство. На сайті повідомляється, що з 1 жовтня власник клубу припиняє фінансування. Рішення залишити Запоріжжя без футбольної команди пояснюють складною економічною та політичною ситуацією в країні. Фінансова діяльність клубу має дотаційний характер, через це команда збиткова. Футбольний клуб «Металург» звертається до всіх небайдужих із проханням взяти шефство над командою. Завтра у нас будуть коментарі футболістів або ж керівництва з приводу цієї ситуації. Тим часом гравець «Металурга» Микола Журахівський забив за молодіжну збірну України. Сталося це у товариському матчі на київському стадіоні «Оболонь». Там молодіжка Сергія Ковальця приймала однолітків з Данії. Журахівський рахунок зрівняв, але команда програла 1-3. Запорізькі дзюдоїсти повернулися з чемпіонату світу. У Казахстані троє наших земляків боролися за медалі найпрестижнішого турніру у світі. Про успіхи переможців розповість Оксана Якименко. Вадим Синявський, Марина Черняк та Георгій Зантарая відстоювали честь Запоріжжя в складі національної збірної із дзюдо. Всі троє мали досвід виступу на світовій першості, тому ніяких побоювань перед змаганнями не було. Перевірка сил на цьому турнірі стала генеральною репетицією перед Олімпійськими іграми. Тренер запоріжців Андрій Бондарчук результатами залишився задоволений, навіть за умов щодо призової трійки ніхто не потрапив. У всіх прохожих спортсменів десь в глибіні щось недоработка, яка це недоработка. Я кажу, що спортсмени ніколи не виноваті, а виноватся тренера. Всіхто, як би там не було, десь була наша недоработка, десь ми не зовсім правильно підготовили. Близько до медалі була Марина Черняк. Вона здолала суперниць із Куби, Румунії та Казахстану. Однак програла в півфіналі. Невдачі її спіткали у поєдинку за третє місце. Найбільше Марині запам'яталась боротьба із кубинською дзюдоїсткою. Спортсменки вже зустрічалися раніше і запоріжанка двічі програвала. Цього разу українка нарешті взяла реванш. Підсумок чемпіонату світу для Марини Черняк – п'яте місце. Хлопці показали трохи гірші результати. Георгій Зантарая несподівано для всіх програв турнір вже після стартового поєдинку. Вадим Синявський провів на одну сутичку більше, а потім програв представнику Кореї. Три минути була рівна боротьба, а потім корейець вважався сильніше. Ніщо страшного, це життя, ми рухаємося і від вибачів ніхто не застрахований. Зараз запорізькі дзюдоїсти готуються до міжнародного турніру у Франції. Але головна ціль – це Олімпійські ігри та здобуття ліцензій. Оксана Якименко, Дар'ю Зарянова, ТВ5. До Бразилії можна допливти. Як це зробити, знають учасники Чемпіонату України з плавання. Кому Азовське море в Бердянську подарувало надію на Олімпійські ігри у Ріо-де-Женейро, знає наш кореспондент Ігор Стрельцов. Півсотні спортсменів із різних регіонів взяли участь у Чемпіонаті України з плавання на відкритій воді. Саме тут, у водах Азовського моря, вирішувалося, хто буде у складі збірної України боротися за путівки на літні Олімпійські ігри. Пройдуть вони наступного року у Ріо-де-Женейро. По витягам цих соревновань і Чемпіонату України, який пройшов в июні в Дніпропетровській, буде сформувана зборна команда України по плаванню. Ми сподіваємося, що наші представники будуть участвувати в Олімпійських іграх у Ріо-де-Женейро. Змагання проходили у трьохвікових категоріях. Юніори від 14 до 18 років, а також плавці віком старше 19 років. Запливи проводилися на п'ятикілометрові дистанції для всіх категорій. Серед переможців, отже і кандидатів до збірної України, запоріжанка Марина Соколова. У запливі на 10 кілометрів вона була другою. Факторів, які необхідно враховувати плавцям на відкритій воді, досить багато. І не тільки зовнішніх. Це достатньо складно все-таки. Тут треба не тільки з соперниками боротися, але й з окружаючою середою. Тобто вода, вєтер, волни. Ще дуже мало тренерів, які могли б підготувати достатньо кваліфіційних спортсменів. Тренери, які здатні підготувати спортсменів високого рівня, в Україні є. Прикладом може служити виступ молодої та перспективної команди із Запоріжжя. Із 46 учасників чемпіонату – 13-ро з обласного центру. Більшість із них вперше виступала на змаганнях такого рівня. І ніхто на дистанції 5-5 кілометрів не зійшов з дистанції. Тому це вже для них достатньо. Пускай вони були 5-6 в своєм запливі, але хлопці показали свій, так сказати, спортивний характер. Серед призерів ще одна запорізька спортсменка. Анастасія Філім-Моненко завоювала срібну нагороду на дистанції 5 кілометрів. Руслан Левицький, Ігор Стрельцов, Бердянськ, ТВ5. Український борець із Запоріжжя виграв медаль чемпіонату світу. Другий день змагань у Лас-Вегасі подарував глядачам багато яскравих поєдинків. Здивував публіку і ветеран Національної збірної України досвідчений майстер Килима Армен Варданян. У свої 32 він на одному диханні пройшов чотирьох суперників і дістався до фіналу у ваговій категорії 71 кілограм. Там на Армена чекав давній знайомий Расул Чанаєв з Азербайджану. Обидва борця на початку сутички не форсували подій, але потім Расулу вдалося заробити важливі очки. Він провів коронний кидок заднім, за що отримав аж 4 бали. Навіть програючи в рахунку, Армен Варданян продовжував відчайдушно боротися за перемогу. Запорізьцю серйозно дісталося і лікарям навіть довелося зупиняти кров прямо під час поєдинку. На килимі Варданян зумів помститися супернику, він провів кидок з воротнім. Після цього розрів у рахунку став мінімальним 4-6. До речі, судді оцінили дію Армена у 2 бали, але досвідчений борець відразу заявив протест, і судді одностайно віддали Варданяну ще 2 бали. Поєдинок так і завершився за мінімальні різниці на користь суперника. Таким чином чемпіоном світу став Расул Чанаєв і незважаючи на поразку, виступ Армена Варданяна заслуговує компліментів. У свої 32 він довів не вік, а дисципліна є запорукою для перемог. І на цьому все. Приємного відпочинку. Друг спас друга. І все би хорошо, але в ролі друзей – собаки. Этот удивительний момент був записан на видеорегістратор автомобіля. На кадрах видно, як машина несеться по загородной трассі, а на її пути стоит животное. Водитель начинка пытається сигналити і притормозити, але піс не реагує на звук. В цей момент його за хвост хватає немецкая овчарка і буквально за секунду до столкновення витаскиває з проїжжей части. Удивительне видео вже набрало в сети більше 200 тисяч просмотров. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!